Здорово, здорово, подключайтесь. Немножко с вами поговорю, пойду в магазин покупать себе, кушать. Сейчас по порядку вам немножко всего расскажу, а потом, собственно, начну то, зачем я сюда зашел, а именно ненависть и пост. Значит, сначала расскажу вам про вчерашнее видео, поскольку вы задаете вопросы, что там будет, что там, как там. Конечно, приезжал Ваня Водянов, вот, тренироваться Ваня не стал, но Ваня решил поснимать меня, позадавать всякие интересные вопросы, вот, ну и, соответственно, немножко постебаться по-всякому по-разному. Обсудили с вами мы очень много, как вопросов тренировок с точки зрения профессионального уровня, естественно, не забыли коснуться Синтола, естественно, не забыли коснуться всех известных Russian Bodybuilders, но, как всегда, не без подъебок обошлось, вы же понимаете. Вот, значит, какие еще моменты мы там обсудили, я, честно, точно не вспомню, но видео будет очень объемное и снято оно с двух видеокамер. Значит, соответственно, на GoPro снимал Ваня непосредственно сам, от первого лица, то есть, человека, который ведет интервью, снимал и себя, и меня, вот, а параллельно, как сказать, такой, как это называется, второй вид снимал Дима, наш оператор, то есть, он снимал, как Ваня меня снимает, и наши с ним диалоги, и то, как я тренируюсь, и, короче, все-все-все, вот, они там, я так понял, с Ваней нормально познакомились, договорились обменяться материалами, насколько я понимаю, поэтому выйдет два видео, одно видео будет на канале Вани Водянова, да, чувак, это отдышка, когда будешь весить, как я, у тебя она тоже появится. Значит, одно видео будет на канале Вани, видосы будут не одинаковые, естественно, нет, ну, вот, ну, и второе видео будет на моем канале, вот, вы сможете, соответственно, посмотреть все это дело, заценить, покомментить, вот, что хочется сказать, привет, я там уже на диете, то есть, сейчас я уже сел на диету, поэтому, поэтому процесс пошел, ребят, выйдет видос, ближайшие несколько дней вы его увидите, вот, так что у вас будет возможность все это заценить. Что еще, очень тяжелая была тренировка, на самом деле, вчера, это нормально, я сейчас буду каждый день заебавшийся, потому что, как бы, соревновательный режим, он немножко отличается от режима межсезонного, в плане тренировочного подхода, там идет уже работа на износ, отказная очень много работы, поэтому, то, что я буду находиться в состоянии вот такого вот постоянного, блядь, регенеративного, блядь, процесса, это, в принципе, нормально. Вот, что я хотел вам рассказать по поводу ненависти поста. Так вот, короче, пока что я не буду отвечать на ваши вопросы, я расскажу то, что хотел рассказать сначала, поэтому не перебивайте, пожалуйста. Рассказать хотел такую штуку, сейчас очень много, блядь, стало комментов появляться, короче. Ну, знаете, такого разряда, короче, типа, да, там, ну, то есть я же как, я же прямо все рассказываю, да, там, ну, вот, как должно делаться, вот, и в каких количествах. Ну, не иначе, как я терпел, это примерно месяц, всех этих комментаторов я не банил, никому из них я, в принципе, не отвечал, я позволял им выражать их, собственно, я, чем они занимались, То есть у меня в моем паблике в Валероне в комментариях на протяжении более чем месяца, вот, но, собственно, вчера моя жопа не выдержала, короче, блядь, мне прорвало пукан, вот, и я, в общем-то, всех этих пидорасов дружно перебанил. Перебанил нахуй всех, всех, кто писал чушь и говно в моем паблике, ну, вот, поэтому всем им я передаю большой привет и желаю идти нахуй так далеко, как только, блядь, глядят их глаза. Вот, значит, рассказываю, собственно, какая была история. Крайний раз я поделился с вами информацией о том, что нехорошо постоянно, нехорошо постоянно засирать, блядь, людей, которые тянут ваш вид спорта, которым вы же и занимаетесь, да? Ваш вид спорта, я имею в виду бодибилдинг, я говорил только о бодибилдинге, а не о футболе, вот, и приводил в пример, что, как бы, если вам все не нравится и вы, блядь, дрочите только на иностранцев, это, конечно, очень хорошо, нужно, блядь, следить за иностранцами, они молодцы, они лидеры в этом виде спорта. Нужно, естественно, подсматривать все, что они делают, нужно, блядь, брать пример, да, но при этом это не значит, что нужно унижать, блядь, тех, кто является первыми лицами вашего вида спорта в вашей же стране. Вот, почему, блядь, потому что вполне возможно, что кто-то из этих людей сможет выйти на тот необходимый уровень, и именно этот человек, да, или эти люди будут являться, по большому счету, локомотивами, которые дадут, блядь, таки, прорыв, блядь. Для того, чтобы кто-нибудь из вас когда-нибудь далее, может быть, тоже вышел на этот уровень. Соответственно, было бы логично, как минимум, хотя бы не засирать этих людей, вот, и не втаптывать их в говно, при том, что все, что они делают, блядь, делается исключительно для популяризации того, чем вы в своем мухосранске занимаетесь, потому что до вашего мухосранска, в том числе, этот вид спорта дошел, в том числе, благодаря этим людям. Вот, что хочется сказать. Блядь, на что, блядь, полетела куча комментариев, а-ля, да хуль ты, блядь, не локомотив, да кто ты, блядь, такой, чтобы, блядь, учить, чтобы то, чтобы сё. Ну, вот, ну, что хочется на это сказать. Хочешь сказать, что, блядь, на это всё, что я одной из самых узнаваемых лиц этого вида спорта, блядь, как бы многим этого не хотелось, блядь, признавать, но это факт. Хочешь сказать, что то, что я делаю, блядь, я делаю не только для себя, но и для того, чтобы этот вид спорта до каждой деревни дошел. И таки он доходит, благодаря интернету. Вот. Ты можешь выйти из трансляции, если ты с ребёнком. И зайти сюда потом без ребёнка. Вот. Соответственно, что ещё хочется сказать? Хочется сказать, что, ну, как бы не пуканило, блядь, да, я локомотив, да, я один из тех, кого можно назвать локомотив. Я не только показываю то, что можно сделать, и не только рассказываю, как это сделать, блядь. Я ещё, блядь, как бы не скрываю ничего, да, ну вот. И в итоге я там от 45-летнего тракториста, которого фотографирует бабушка в зеркало, слышу комментарии о том, что я не локомотив. Вот. Ну, не знаю, ребят, честно говоря, когда 45-летний мужик, которого фотографирует бабушка в зеркало, пишет о том, что я не локомотив, мне хочется, честно сказать, иди нахуй, а. Реально, чувак. Ну, серьёзно, блин, терпения хватило на месяц, реально хватило на месяц, никого не банил как-то, не жестил, не посылал нахер, ничего. Ну, боже мой, какие дегенераты. Если тебе 40 с лишним лет, и ты тракторист, и у тебя нихера не получилось, это не значит, что всех остальных нужно, блядь, делать трактористами и говорить, что у них тоже не получится. Это не так. Вот. Значит, ну да бог с ним, как бы, ему ещё целину поднимать. Ну, вот. А мне, в принципе, к соревнованиям готовиться, поэтому не будем увеличивать уровень кортизола, я думаю, что в крови. Правильно, ребята? Чем хочется, о чём хочется, в общем-то, с вами поговорить? На самом деле, ну, вот так вот, если откровенно, блин, у меня начинаются загоны, ровно, чётко, параллельно с тем, как я себе ставлю отметку того, что я сел на диету, и начинается подготовка к соревнованиям, ну, финальная её часть, да, то есть диета и отсчёт, сколько осталось до соревнований. Как только, блядь, эта отметка начинается, всё, у меня, сука, начинаются дичайшие загоны, мне начинает всё не нравиться, блин. Сука, я позавчера себе в зеркало нравился, вчера я себе в зеркало нравиться перестал. Сегодня, блядь, я себе в зеркало ещё меньше нравлюсь. Что за сраное говно, я не понимаю, меня это так, если честно, морозит. Вот, моя психика, она, конечно, не соответствует тому, какая должна быть психика у человека, который, ну, как бы, в принципе, понимает примерно свой уровень и стремится к тому, чтобы этот уровень поднимать ещё дальше. Бля, у меня психика, как у ребёнка, я чуть что, сразу же, блин, сразу же начинаю паниковать, я, блядь, я начинаю волноваться, начинаю переживать. Блядь, это, конечно, очень напрягает меня самого. Ну, вот, и знаете, что самое смешное? Самое смешное, что как только я дал себе отметку со вчерашнего дня, а у Ишневского на всё, одни слава, да забей, всё нормально. Вот, так вот, как только я себе дал отметку, что я сел на диету, и мне до соревнований осталось столько-то времени, а, сука, в этот же день я захотел жрать, блядь, вы понимаете, но это же просто трэш. Вот. Именно потому, что это моё любимое дело, именно поэтому я волнуюсь больше всего, потому что мне хочется, блядь, чтобы у меня это было, ну, я перфекционист в каком-то роде, наверное. Я не могу так, знаешь, там, типа, что-то, да, нормально, не, мне надо, чтобы, сука, было идеально. Вот. А идеально, к сожалению, не бывает. Ну, вот. Ну, собственно, я работаю над этим. Так вот, короче, вчера захотел отжрать тут же просто. Про мой опыт с ГР, у меня ежедневный опыт с ГР, я не знаю, что тут об этом рассказывать. Ну, это было, да, это было полтора года назад, когда Вишня говорил, что я волновался. Это, конечно, немножко другая история, сейчас, как бы, будем говорить, она совсем другая, вот. Но, тем не менее, сука, это присутствует в моей психологии, что... Ну, я все равно гоняю. Я все равно себе, сука, постоянно не нравлюсь, мне все равно, блядь, что-то хочется все время сделать лучше. Но точно так же, как начинается сейчас на тренировках, вот реально, не начи, как вчера. Вот. Я посмотрел, короче, сделал, блядь, отхерачил вчера очень тяжелую, очень длинную тренировку, очень высокообъемную. При этом я уложил ее менее чем в два часа. Ну, вы посмотрите на видос, сколько я всего там перепахал. Пришел, короче, домой. Когда лег спать, начал обдумывать все, что я сделал на тренировке и подумал, блядь, надо было еще вот это упражнение включить. И вот там надо было вот это вот еще вот там вот доделать. Хотя, по факту, конечно, доделывать там было уже нехер. Я просто вчера выпахался, как, ну, реально, как лошадь просто. Очень, 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 блядь, тяжелую тренировку провел. Вот. Ну, я не знаю, на самом деле. Видать, у меня крышка подъезжает потихоньку. Ребят, за вопросы, кто, к кому как относится, я буду банить. Я сразу вижу, что вы здесь впервые, как бы мне нечего, как бы вам сказать. Спасибо, пауэрлифтер. Я, ну, реально, собственно, и да, я над этим и работаю сейчас. Ну, что вам еще рассказать? Давайте я вам коротенько что-нибудь расскажу и пойду я в магазин, пацаны. А то тут такая штука. Тарюсь я раз в два дня и что-то сжираю это все за день. С Ваней, ну, нет, на самом деле с Ваней мы не похожи. У нас совершенно разная конституция. Разная толщина костей, ширина скелета. У нас единственное, что похоже, это рост. Вот, ну, Ваня, Ваня как спортсмен, хороший спортсмен. И такой, как мужик, он, в принципе, приятный. Я вот вчера с ним только первый раз лично познакомился. Мне понравился он. Такой хороший дядька. Да, привет, привет. Ну, я могу сказать, знаете, что, вот, мне что сразу же Ване понравилось, да, значит, он не больше меня, это все, кто, все, кто понимает, все понимают. Вот, обсуждать это с Вами, это глупо. Скорее всего, тебе лет 16, и ты тот еще эксперт. Добрый-добрый вечер. Вот, мне понравилось то, что...